Каждый день, спеша на работу, я прохожу мимо 19-й гимназии. Эта школа знаменита тем, что находится рядом с легендарными пушками, и тем, что здесь хорошо преподают французский язык. Но есть в школе и еще одно достояние – музей, посвященный боевому пути полка Нормандии Неман. Что это за полк и какими героями славен, попробуем разузнать прямо сейчас во всех подробностях. В гимназии нас встретила Людмила Вячеславовна, руководитель музея, которая поведала историю французских летчиков. 1940 год. Две трети Франции оккупировали немцы. И правительство Петена заключает коллаборационистское соглашение с Гитлером, по которому Франция платит большую контрибуцию Германии. Оскорбленный в своих патриотических чувствах председатель Национального комитета Шарль де Голь призывает французский народ, из Лондона призывает французский народ не складывать оружие, а бороться против фашизма. И на его призыв откликаются французские летчики. 58 добровольцев-посланцев движения, сражающихся со Францией, прибывают 28-29 ноября 1942 года на территорию Советского Союза. Французы прибыли в Иваново из жаркого Ливана 4 декабря, когда русская зима уже давно вступила в свои законные права. Но мороз не испугал летчиков. Бойцов ждал настолько теплый прием в СССР, что температура за бортом дискомфорта им не приносила. По желанию личного состава военному соединению было присвоено наименование Нормандия в честь французской провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации. Имя реки Неман присоединил к названию эскадрильи уже Сталин. В мае 1944 года полк прибывает на Белорусский фронт. И очень успешно форсирует вместе с советскими летчиками реку Неман. За что командование Советского Союза, командование Сталин, дает второе номинование, значит, неманский. Отныне полк именуется Нормандия-Неман. Однако вернемся к началу боевого пути летчиков. 22 марта они прибыли на полевой аэродром Полотняный завод. Там французов прикрепили к 261-му бомбардировочному полку. И уже 26 марта Дюран и Дервиль вылетели на перехват немецкого разведчика. В полотняном заводе авиаторы не задержались. Они перебазировались в Козельский район, на аэродром Хотенки. Здесь они провели не один бой. Были победы, но не обошлось и без потерь. 17 июля с аэродрома Хотенки вылетели французские летчики под командованием своего командира Жан-Луи Тюляна. В этот день они совершили по 3-4 вылета. 25 вылетов всего. И в этот день французские летчики видели своего командира в последний раз. В бою погиб Жан-Луи Тюлян. Ему на смену пришел новый командир Пьер Пуят. С ним летчики участвовали во второй кампании на Белорусском фронте, где произошла трагедия, затронувшая сердца и русских, и французов. Погибли пилот Морис Десейн и его механик Владимир Белозуб. 30 минут всего нужно было пролететь, но все увидели, что самолет Десейн возвращается на аэродром. И сзади идет струйка белого дыма. Значит, горючее залило кабину и ослепило пилота. Вслепую он старался посадить самолет, зная, что у Володи нет парашюта. С земли ему командовали, прыгайте, Десейн, прыгайте. Но он не прыгнул, потому что не хотел оставлять друга одного без парашюта. Несколько раз пытался зайти на посадку, но ему не удалось, и бензин закончился, и они оба погибли. История французских авиаторов не оставила равнодушные меня. Узнав, что в хотенках аэродром работает до сих пор, я поспешила в путь. На месте нашу съемочную группу встретили пилоты аэроклуба Нормандии Неман. Они здесь хозяева не только на земле, но и в небе. У нас есть в России такая ассоциация ветеранов полка. Двухи них вообще несколько, но это можно назвать ветераны Нормандии Неман. Там есть руководитель такой, бывший командир 18-го гвардейского фетисов Анатолий Андреевич. И при его участии создали аэроклуб. Начальник штаба Олег Комаров, командир 1-й эскадрильи 18-го гвардейского полка, базирующийся на Дальнем Востоке. На протяжении 70 лет этот полк не прекращает свою деятельность, как и потомок легендарной Нормандии Неман эскадрон 2-3 во Франции. Мы участвуем в соревнованиях, мы проводим исторические реконструкции, в том числе с Калужским клубом военной реконструкции, Калужский гарнизон называется. Это подыгрыш, имитация воздушных боев. Ну, плюс, конечно, соревнования и обучение. Обучению подвергли и меня. Усадили в самолет, снарядились связью и в путь. В кабине пилота я попыталась представить, каково это было пролетать над разрушенными деревнями и селами. Каково было воплощать стратегические планы командира в воздухе. И сразу стало ясно, почему Морис Десен не воспользовался шансом спасти свою жизнь. И почему после победы французы в награду попросили самолета Як-1, который предоставили им в Советском Союзе. Потому что происходило это все в условиях войны. Далекие становились близкими. И даже бездушные машины родными. Анастасия Ивашкина и Артем Соснин. Для Легко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова